Глава 7. Катаклизм. Невидимая. За последние годы древние боги потерпели немало поражений, включая гибель Ктуна и Йоксторона от рук защитников Азерота. Они не ожидали такого яростного сопротивления. Они не ожидали прихода таких бесстрашных героев. Скрывшись в океане лихорадочных снов среди костей безмятежных ужасов, Нзод оставался недосягаемым для клинков смерти. Но древний бог был уверен, что защитники Азерота рано или поздно найдут его и постараются одолеть так же, как Йоксторон и Электуна. Нзод не боялся, но чувствовал, как быстро ускользают от него возможности. Мир не оправился от недавней войны с Королем Личем. Древние драконы-аспекты были поглощены собственными бедами. Изэра недавно вернулась из пучин изумрудного сна, но была уже не той, что прежде. Пророческие видения мучили ее разум, и было трудно отличить реальное от нереального. Наздорму исчез на дорогах времени в поисках таинственной силы, что вмешивалось в прошлое, настоящее и будущее. Малегас был мертв. Оставив синих драконов без лидера, лишь Аликстраза оставалась на страже Азерота. Но после помощи Альянсу и Орде в битве за Нордскол ей отчаянно требовался отдых. Пришла пора объявить время сумерек. Первый удар, предвещающий апокалипсис, наносили Ничугал и его культисты. Его нанес Смертокрыл. После битвы у Гримбатола он нашел прибежище в Подземье. Мире Земли в обители стихий. Многие века назад хранители создали обитель стихий для неуправляемых духов мира. Для Смертокрыла Подземье стало вторым домом. Тесная связь дракона со стихией Земли позволила ему поглощать рассеянную энергию мира, чтобы набраться сил и залечить раны. Нзот пронизал сердце Смертокрыла темной энергией, наделив дракон Аспекта такой мощью, какой он никогда не знал. Но приток силы сделал его тело нестабильным. А магма, что текла в венах, грозила в любой момент вырваться наружу и сжечь дотла. По приказу Нзота культисты Сумеречного Молота отправились в Подземье, чтобы помочь Смертокрылу. Они пришили пластины из элементиума на раны Черного Аспекта, чтобы не дать его телу разорваться. Процесс был мучительный, но Смертокрыл часто обрушил свой гнев на культистов. Пока те помогали Смертокрылу, Нзот связался с другими древними союзниками в обители стихий. Когда мир был еще молод, древние боги поработили духов разрушения и насылали их на врагов. Им еще предстояло сыграть роль во времени Сумерек. Нзот призвал элементали готовиться к войне, но ответили на клич не все. Два правителя элементали отвергли древнего бога. Нептулон Владыка Приливов и Терозан Мать Камня. За прошедшие века с их порабощения они разорвали оковы, привязавшие их к древним богам. Они не желали служить Нзоту и были готовы драться изо всех сил против любых попыток сущности или ее слуг вновь закабалить их. Прочие властители элементали и приняли командование Нзота. Рагнарос, повелитель огня, и Ал-Акер, повелитель ветра, тешили себя мечтами о войне, и их узы с древними богами оставались сильны. Нзот пообещал освободить их из заключения и позволить свободно бродить по Азероту, как в древние времена. Смертокрыл же станет ключом к их свободе. Как только Черный Дракон Аспект будет готов к войне, он вырвется из-под земли и прорвет ткань реальности между обителью стихии и поверхностью Азерота. Смертокрыл будет служить исполнителем воли Нзота, командуя Сумеречным Молотом и Элементалями, координируя их. Древний бог заставил его поверить, что тем самым он очистит Азерот от других драконов, чтобы мир принадлежал ему безраздельно. На самом деле Нзот не собирался вознаграждать Смертокрыла, а лишь использовал Оскверненного Аспекта, чтобы вернуть Темной Империи и ее былую славу и погрузить мир во мрак. Сразу после этого Нзот планировал избавиться от своего слуги. Волнение Элементалей 28 лет после Темного Портала Смертокрыл в подземье купался в двойном потоке энергии Нзота и обители стихии. Он восстанавливался с пугающей скоростью, что страшно сказалось на всем мире. Равновесие обители стихии нарушилось, погрузив мир Элементалей в хаос. Их боль и смятение не ограничивалось подземьем. Они выплеснулись и на поверхность Азерота. Гневно пенились океаны. Внезапные бури ревели в горах и накрывали снегом обычно теплые области. Земля дрожала и стонала, вызывая землетрясения по всему миру. Природные катастрофы не прекращались. Напротив, становились все чаще и серьезнее. Путешествия стали опасными и многие торговые суда затерялись в море. Вольстрал и другие шаманы почувствовали, что со стихиями что-то случилось. Но причина волнения оставалась загадкой. Не раз Трал пытался поговорить с духами природы, но те не могли дать ему ответы. Он никак не мог успокоить их. Затем ему в голову пришла мысль. И если он не мог общаться с элементалями Азерота, возможно он сможет поговорить с элементалями Запределья и получить совет у них. Прежде чем Трал отправится в Запределье, он назначит вождем морды Гороша Адского Крика. Войну предстояло еще многому научиться. Но он доказал в войне с Королем Личем, что стал способным лидером. Смелости обостренные, гордость Гороша сделали его очень популярным. Особенно среди орков. Не все советники Трала согласились с его выбором. Верховный вождь Керн Кровавая Копыта возразил против передачи власти Гороша. В котором видел лишь порывистого, изорвавшегося вояку. Трал высоко оценил мнение Керна, но его решение не подлежало обсуждению. Он верил, что ответственность укротит нрав Гороша и подарит ему мудрость. Он ошибался. Мантия вождя только усугубила военный настрой Гороша. Он верил, что Орда слишком присмирела. Ресурсов не хватало, особенно после войны в Нордсколе. Смуты элементалей только ухудшало положение вещей. После ухода Трала Горош обратил взор на северо-запад, на Ясеневый лес. Это был край изобилия и находился он в пределах досягаемости Орды. Большая часть региона принадлежала ночным эльфам. Но это не помешало Горошу отправить в лес войска. Ему было неинтересно просить ресурсы у Альянса или торговать. Зачем, если можно просто взять силой то, что ему нужно? Вылазки Орды в Ясеневый лес разгневали Альянс. Разногласия между фракциями вспыхнули с новой силой. И открытая война казалась неминуемой. Некоторые члены Орды приветствовали эти дерзкие агрессивные маневры. Но только не Керн Кровавая Копыта. Старейшина Тауренов делал все, что было в его силах. Желая образумить молодого вождя и предотвратить кровопролитие. С точки зрения Керна, Горош встал на опасный путь, ведущий к гибели Орды. Горош не прислушался к его мудрости. И тогда Керн заговорил на единственном языке, который понимал Орк. Он вызвал Гороша на Макгора. Ритуальную дуэль. Перед толпой зрителей Таурен и Орк сразились за будущее Орды. С одной стороны стояло обещание мира. С другой обещание крови и завоеваний. В этот день победу одержали кровь и завоевания. Керн Кровавая Копыта бился отважно. Но пал перед противником. Со смертью Старейшины больше никто не противостоял правлению Гороша Адского Крика. Совет Трехмолотов. Как и Орда, Альянс переживал внутренние раздоры. Волнение Лиментали особенно тяжело ударило по городу Дворфа в Стальгорну. Сильные землетрясения потрясли заснеженные холмы вокруг крепости, вызывая масштабные разрушения и множество смертей. Король Магни Бронзоборот был решительно настроен защитить свой народ от катастроф, даже ценой собственного благополучия. Он с советниками недавно услышал о древнем ритуале общения с землей, происходившем еще от предков Дворфов каменнокожих земельников. Магни вызвался лично пройти ритуал, желая узнать, что вызывает беды Азерота. Ритуал прошел не так, как планировалось. Он не просто связал Магни с землей, он слил его с ней в единое целое. Магни превратился в безжизненную бриллиантовую статую. Большинство решило, что он погиб и Стальгорн погрузился в скорбь из-за смерти короля. Новости об участи Магни достигли его непокорной дочери Мойры Таурисан в Тенегорне. В последние годы она трудилась над тем, чтобы освободить дворовский клан Черного Железа от древних хозяев, огненных элементалей, и защитить от Черных Драконов. Но недавние события грозили погубить все, чего добилась Мойра. Когда элементали огня стали более хаотичными, некоторые дворфы Черного Железа вернулись к старым обычаям. Они преклонили колено перед Рагнаросом и подняли бунт против Мойры. Опустевший трон Стальгорна показался Мойре шансом спасти свой клан. Она знала, что жители Стальгорна не встретят их с распростертыми объятиями. Бронзобороды были кровными врагами Черного Железа. И все же это не остановило Мойру. По правилам престола наследования, корона принадлежала ей. Слово Мойры было законом. Она вошла в Стальгорн с кланом Черного Железа и объявила себя королевой под горой. Некоторых дворфов разъярило ее возвращение. Но другие приняли смену власти. В городе кипели междоусобицы, грозившие вылиться в гражданскую войну. Чтобы предотвратить всплеск насилия, Мойра правила железной рукой. Она запретила кому бы то ни было входить и выходить из Стальгорна, пока не завершится ее приход к власти. Это оказалось роковой ошибкой. В это время в городе находился крон-принс Андуин Рин. Когда его взяли в заложники, король Вариан счел это объявлением войны. Из всей семьи у него остался лишь сын. И он был готов на все, чтобы защитить его. Даже пролить благородную кровь. Вариан Рин собрал отряд убийцы и проник в Стальгорн. Словно тени они неслись по городу, пока не загнали Мойру в угол. Вариан перерезал бы ей глотку на месте, если бы не Андуин. Принс умолял отца проявить милосердие. Королю оказалось непросто сдержаться и выбрать путь мира. В конце концов он узрел мудрость словах сына. Вариан пощадил Мойру, но после того, что она наделала, не собирался доверять ей единоличное правление Стальгорн. Он потребовал создать новую организацию, чтобы та возглавила древний город. Дворфы собрали Совет Трехмолотов. Орган управления, включавший по представителю из каждого соперничающего клана. Некоторые дворфы приветствовали его появление. Но других отвращала сама мысль, что кланами будет править Совет. Хотя это заняло немало времени. Совет Трехмолотов все же нашел поддержку. В грядущие годы Стальгорнам будут править три выдающихся дворфа. Мойра Таурисан, Фальстад Дикий Молот и Мурадин Бронзоборот. Три клана не жили вместе сотни лет. Им было непросто найти общий язык. Трения не прекращались. Время от времени выливаясь в кровавые расприи. В следующие месяцы все станет только хуже. Как для Стальгорна, так и для всего мира. Бунт Магаты Зловещего Тотема. Смерть Керна Кровавого Копыта стала результатом измены. Один из его главных соперников, Таурен Магата Зловещий Тотем, увидела в его дуэли с Горошем Адским Криком свой шанс. Она давно мечтала захватить столицу своей расы, Громовой Утес, и установить власть над всеми Тауренами. На ее пути стоял только Керн. Магата втайне покрыла ядом легендарный топор Гороша – Кровавый Вой. Это преимущество и позволило ему одолеть Керна. После дуэли Магата подняла восстание в Громовом Утесе и захватила город. И все же она торжествовала недолго. Сын Керна, Бэйн Кровавая Копыта, пошел в контрнаступление, сместившее Магату. Он мог с полным правом казнить врага, но в последний момент остановился. Он вспомнил наступление отца и решил, что выбор тропы чести и сострадания – признак истинного лидера. В конце концов, он отправил Магату в изгнание далеко. Во время этих событий Магата умоляла Гороша о помощи, но не дождалась ничего. Когда он узнал, что она отравила его оружие, то пришел в ярость. Его победа в Макгора была запятнана. Подобное вероломство поставило под сомнение, действительно ли он был лучшим воином, чем Керн. Трон стихий. Трал ничего не знал о событиях, которые разворачивались на Азароте. В запретелье он встретился с бабушкой Гелия и спросил ее совета о состоянии элементарий в своем мире. Мудрый орк раскрыла перед Тралом тяжкую истину. Он был одаренным шаманом, но ему еще многому предстояло научиться. Если он надеялся что-то изменить в Азароте, ему придется довести до совершенства свою связь со стихиями. Среди орков-макхаров за пределье были талантливые шаманы. Гелия призвала для помощи Трала свою лучшую ученицу. Ее звали Агра. И она не давала спуску новому подопечному. Ее не пугало, что Трал повелевал ордой. Напротив, именно это показалось ей одной из причин, почему он не достиг вершин на поприще шамана. Агра заявляла, что причина в растрате сил. И Трал никогда не достигнет совершенства ни в шаманизме, ни в управлении государством. Пока не выберет одну цель. Трал отказался оставить Орду, но посвятил себя учениям Агры. Он слушал, он наблюдал, он запоминал. День за днем его связь со стихиями упрочивалась. И день за днем он сближался с Агрой. Как только Трал почувствовал уверенность в своих способностях, он посетил трон стихий. Это священное место было домом для духов стихий и местом поклонения шаманов. Там обитали великие яростные духи. Гордаук — гнев земли. Вожигатель — гнев огня. Каландрис — гнев воздуха. И Абориус — гнев воды. За последние годы духи пережили множество лишений. Когда Старая Орда достигла расцвета, злоупотребление магии скверны подорвало их силы. Затем настало разрушение Дренора, которое едва их не уничтожило. Восстановление духов протекало долго и болезненно. Но их будущее было светлым. В Запределье наконец установился мир. Трал просил помощи яростных духов в поисках решения, как успокоить Элементалия Зерота. Но взамен получил предупреждение. Точно так же беспокоились Элементалии перед разрушением Дренора. Трал вернулся на Азарот предупредить свой народ о том, что он узнал. Агра решила его сопровождать. Хотя ей было трудно оставить дом в Награнде, она верила, что ее долг как шамана — помочь стихиям Азарота. Более того, ей не хотелось, чтобы Трал столкнулся с грядущими испытаниями в одиночку. Она стала для него не просто ментором и даже не просто другом. Азарот изменился с тех пор, как Трал его покинул. Он с ужасом узнал о возобновившейся вражде между Ордой и Эльянсом. Еще более его удручили новости о смерти Керна Кровавого Копыта, сраженного тем самым орком, которому Трал доверил повести народ. Трал ошибся, когда возложил свои обязанности на гороши адского крика. И винил только себя за все, что произошло. Но у него не было возможности все исправить. На глазах Трала мир содрогнулся. Земля под ногами пошла трещинами. Начался катаклизм. Раскол. Время пришло. Нестабильная форма Смертокрыла искрилась огнем и мраком. Только пластины из элементиума, прикрученные к шкуре, не давали этой силе разорвать его тело. По слову Нзота, он собрал весь свой гнев и высвободил его. Смертокрыл ворвался из подземелья на Зерот, разрушив границы между обителью стихии и физическим миром. Его возвращение вызвало цепную реакцию природных катастроф по всей планете, которая получила общее название катаклизм. Горы обращались в пыль. Земля разверзлась огненными пропастями. Вздымающиеся волны рушились на побережье, стирая с лица земли прибрежные города и вызывая обширные наводнения. Счет жертв шел на тысячи, но смертей будет еще больше. Намного больше. Зотра шок пламя в венах Смертокрыла. Переполнив его мучительной болью, Черный Дракон Аспект обратил ярость на мир. Его тлеющий силуэт омрачил небеса, когда он поливал пламенем города и леса. Казалось, он несет разрушение всему живому, но на самом деле у него была цель. Бушуя в мире, Смертокрыл приказал выйти из тени Чогалу и Сумеречному Молоту. Большинство культистов скрывались годами, но не сидели без дела. Их число росло, и ряды пополнили такие могущественные личности, как архиепископ Бенедикт, лидер Церкви Света Небес. Чогал повел культистов на Горье, идиллический прибрежный регион к северу от Стальгорна. Эти холмы и горы населяло большое количество дворфов Дикого Молота. Хотя они были не единственной силой в Нагорье, после битвы у Гримбатола в эти края бежали те, кто остался от клана Драконьей Пасти, и возвели на берегу грубую крепость. И дворфы, и Драконья Пасть оказались не готовы к Сумеречному Молоту, чья атака была внезапной и жестокой. Культ завоевал народы Нагорье и основал крепость его сердца. Чогал назвал эту твердыню Сумеречным Бастионом и сделал ставкой культа и местом поклонения невидимым богам. Из ее шпиля постепенно растекалась энергия Бездны, расползаясь по земле и извращая жизнь, угодившую в ее тени. Потемнела и растеклась сама земля, и скоро местность стала известна как Сумеречная Нагорье. Далеко на юге другие культисты захватили плацдарм в Черной Горе и воспользовались им для производства нового оружия. Они нашли зраненные трупы Нефариана и Сентарии и оживили их магией Бездны. Драконы сохранили долю былой личности, но теперь стали послушными слугами Сумеречного Молота. Культу требовалась не их сила, а их знание как создавать чудовищ. Синестра продолжила свою работу и породила целый род Сумеречных Драконов. Тогда как Нефариан вернулся к экспериментам и отправил в небо новое поколение хроматических драконов. Вокруг Орды и Альянса со всех сторон появлялись враги. И все же, пока мир вокруг рушился, больше всего фракции желали уничтожить друг друга. Пожар в Штормграде Вырвавшись из-под земья, Смертокрыл пронесся над Штормградом и сжег дотла некоторые районы города. Солдаты бросились на сражение с Черным Драконом Аспектом, но им не выпало шанса пролить его кровь. Почти так же быстро, как появился, Смертокрыл исчез из Штормграда. Дракон мог сжечь город дотла, но у него были другие планы. Жители столицы были важнее ему живыми, чем мертвыми. Его истинной целью было сломить их дух и превратить в покорный вступ. Эта доля выпала многим гражданам Штормграда. Когда перепуганное население стало искать советы архиепископа Бенедикта, не зная, что их священный лидер – тайный член сумречного молота. Он воспользовался отчаянием народа и незаметно повел к вступлению в культ. Вторжение в Гилниас. Пока разворачивался катаклизм, Трал оказался на перепутье. Орде требовалось его руководство, но миру нужна была его помощь как шамана. Агро оказалось права. Он не мог сосредоточить силу между двумя обязанностями, и ему пришлось выбирать. В глубине души он понимал, что надо встать на тропу исцеления мира, и если Азерот погибнет, как Дренор, то Орды не останется вовсе. Трал и Агра встретились со служителями земли, нейтральной фракцией шаманов, посвятивших себя сохранению равновесия между стихиями. В нее входили представители как Орды, так и Альянса, которые отложили старую вражду во имя мира. Трал, Агра и многие служители земли отправились к месту, где Смертокрыл прорвался в Азерот. Водоворот. Бурлящий омут в Великом море. В этом месте возвращение черного дракона Аспекта оставило шрам между Азеротом и обителью стихий. Нестабильность водоворота захлестнула весь мир и привела духов стихий в еще большее неистовство. Если служители земли не смогут исцелить разлом, разрушения продолжат потрясать Азерот. Пока Трал пытался исцелить ткань реальности, у вождя гороши адского крика по-прежнему были развязаны руки. Катаклизм не остановил его. Он по-прежнему жаждал воевать с Альянсом. Верил, что Орде нужны любые преимущества для выживания и отчаянно желал расширить ее владение в Восточных Королевствах, чтобы собрать больше ресурсов и упрочить присутствие фракции на континенте. Катаклизм представил ему идеальную цель. Гил Ниас. Легко обороняемое государство со стратегическими портами. Оно избежало вторжения внешних сил благодаря огромной стене Седогрива на северной границе. Но все изменилось с началом катаклизма. Землетрясения брушили часть стены, оставив Гил Ниасу язвимым. Горош, адский крик, был не единственным членом Орды, мечтавшим о Гил Ниасе. Сильвана, ветрокрылая, тоже жаждала установить свою власть в королевстве. Она убедила Гороша поручить ей командование силами вторжения возглавить бесчинство Орды в изолированном государстве. Хуже времени для нападения Орды в Гил Ниасы представить не могли. Гражданская война, восстание у северных врат пошатнуло ее мощь, как и куда более мрачные внутренние невзгоды. Многие годы королевство терзало проклятие воргенов, обратившее множество жителей в диких чудовищных волков. Эти существа становились рабами собственной ярости, не способными отличить друзей от врагов. Король Генси де Гриф сам стал жертвой проклятия. Впервые проклятие воргенов возникло давным-давно среди ночных эльфов. Некоторые из них почувствовали, как заклинание верховного мага Ругала призвало чудовищных волков из изумрудного сна и отправились в Гил Ниас разобраться. Ночные эльфы решили, что они должны помочь людям справиться с проклятием. Перед нападением Орды они провели церемонию под названием Ритуал Баланса, чтобы принести гармонию большинству воргенов. Это не изгнало проклятых из их крови, но смирило ярость в сердцах и остудило кровожадность. Ритуал Баланса принес мир и разделенному населению Гил Ниаса. Генси Дагриф призвал под стяги как воргенов, так и людей, напомнив им, что они все родом из Гил Ниаса. Они не тот народ, что сдается. Никогда. Его армия отважно билась с ордой мечами и когтями. Обе стороны понесли тяжелые потери, особенно король Гил Ниаса. Сильвана едва не сразила его ядовитой стрелой, но та так и не достигла цели. Единственный сын Гена Седогрифа, Лиам Седогриф, закрыл отца своим телом. Стрела отняла жизнь принца. Яростное сопротивление подвигло Сильвану Ветрокрылую на отчаянные меры. Она напустила на город Гил Ниас чуму, вынудив Гена и его народ отступить. Они потеряли слишком много людей, чтобы предпринять контратаку и оказались в ловушке. Казалось, для Гил Ниаса все кончено. Но тут у берегов полуострова появился флот ночных эльфов. Снова чужаки из-за моря пришли на помощь Гену Седогрифу и его народу. Решение оставить землю предков оказалось самым трудным в жизни короля. Но это был единственный вариант. Остаться в Гил Ниасе значило верную гибель и для него, и для остатков его семьи. И для верно подданных. Он приказал людям грузиться на корабли. И они отчаяли в далекую столицу ночных эльфов. Дарнас. Пусть это займет годы, пусть это будет стоить им жизни. Но Ген Седогриф поклялся вернуть Гил Ниас его былую славу. Каратель тюремных вод. Гил Ниас был не единственным независимым государством, пострадавшим от катаклизма. Из-за разрушения чуть не вымерли предприимчивые гоблины из картеля тюремных вод. Многие годы они жили на острове Кизан, центре обширной торговой империи. Гоблины были одаренными инженерами и прекрасными мореходами. Но более всего славились бесстыдным корыстолюбием. Они редко занимали стороны в войнах между Ордой и Альянсом. Нейтралитет позволял им вести торговлю с обеими фракциями, извлекая максимальную прибыль. Однако он же оставил их безнадежных союзников в час нужды. Катаклизм привел к извержению горы Каджаро, огромного вулкана на Кизане. На остров посыпались расплавленные камни, превращая в руины фабрики, склады и корабли картеля тюремных вод. С вулкана хлынула волна лавы, поглощая все на своем пути. У гоблинов не осталось выбора, кроме как бежать. Их родина была обречена. Чеславный лидер картеля, торговый принц Джастер Голливикс, воспользовался отчаянием гоблинов. Его шикарная прогулочная яхта осталась единственным судном на Кизане. И он принуждал свой народ к рабству в обмен на безопасное морское путешествие. Если гоблины надеялись, что опасность миновала, их ждало разочарование. Течения унесли их прямиком в войну, разгоревшуюся между Ордой и Альянсом. В морской битве суда Альянса затопили корабль гоблинов. Это бессмысленное нападение в итоге толкнуло гоблина в сторону Орды. Картелю тюремных вод было непросто отбросить свой драгоценный нейтралитет. Но Голливикс знал, как важно вовремя приспособиться к новым временам и твердо решил обратить неблагоприятные события себе на пользу. Гоблины официально вступили в Орду. И позже обосновались в местности под названием Асшара. Голливикс был вынужден освободить свой народ из рабства. Но он сумел остаться во главе картеля. Немногие могли похвастаться его связями и харизмой. И он скоро доказал, почему лучше всех подходит на эту должность. Под его руководством картель изменил ликошары и воздвиг на ее берегах новый город. Порт тюремных вод стал не только важным стратегическим портом Орды, но и настоящим памятником греху. Игровые притоны, дома удовольствия и прочие развлечения наводнили улицы города. Горош адский крик презирал алчность и разврат гоблинов. Но видел в их боевых машинах и технологически продвинутом оружии немалые возможности. По его приказу гоблины послали в Ясеневый лес своих железных крошеров и вырубили там огромные просеки. Так Орда получила большие запасы древесины, а горош расширил свое влияние в землях ночных эльфов. Он не остановится, пока все стяги Орды не будут реть во всех уголках Ясеневого леса. Ярость воргенов Вторжение Орды в Ясеневый лес случилось, когда в обществе эльфов царило смятение. В конце Третьей войны они лишились чар, связывавших их с мировым древом Нордрасилом. Их бессмертие, защита от болезней и старости исчезли. Теперь им пришлось столкнуться с неизбежной смертностью. В культуре и традициях ночных эльфов также царил хаос. В Дарнас вместе с гелниасцами приплыли высокорожденные волшебники Шендролар из забытого города. Многие ночные эльфы опасались гостей. Новоприбывшие вызывали болезненные воспоминания о прошлом. Высокорожденные особенно часто подвергались подозрениям и открытой враждебности. Во время войны древних их одержимость тайной магии привела на Азерот легион. Этот грех было непросто забыть. Или простить даже через 10 тысяч лет. Тиранда Шопот Ветра делала все, чтобы сгладить страхи своего народа и убедить его в необходимости поиска союзников. Ночные эльфы чувствовали себя уязвимыми. А Орда вышла на тропу войны. Им пригодится любая помощь. Сейчас было не время для изоляции. Сейчас было время для новой дружбы и преданности ночных эльфов идеалам Альянса. Тиранда полагала, что присоединение воргенов лишь усилит фракцию. Но это решение зависело не от нее одной. Она созвала собрание государства Альянса в Дарнасе, чтобы включить воргенов в их ряды. Но казалось, этот план обречен на поражение. Вариан Рин не питал теплых чувств в Генусе до Гриво. И решительно отрекся от союза с воргенами. Он презирал гилниазского правителя за его решение оставить Альянсы закрыться от всего мира. Однако гнев Вариана был также последствием его собственной внутренней борьбы. С тех самых пор, как он снова стал единым целым, вырвавшись из-под заклятия Аниксии, Вариан страдал припадками неуправляемого гнева. Его ярость постепенно отталкивала друзей, доверенных людей и даже его собственного сына Андуина. Теперь она угрожала разрушить Альянс. Верховный друид Малфурион Ярость Бури тайно восстановил узы между королями людей. Он устроил для них совместную охоту, где они были вынуждены действовать вместе. Чем больше Вариан узнавал о Гене, тем больше считал его достойным и неустрашимым правителем. Он даже обратился к гилниазскому королю за советом. Как умереть гнев в своем сердце? Ген провел для Вариана тот же ритуал баланса, что помог ему и другим воргенам справиться с собственной свирепостью. И это помогло. Впервые за многие годы Вариан Рин обрел мир самим собой. Тем временем Горошатский Крик продолжал нашествие на Ясневый лес и приказал Орде зайти еще глубже на территорию Ночных Эльфов. Его войска осадили их крепости. Но жестокое наступление быстро захлебнулось. Вариан Рин, ген Седогриф и Воргены присоединились к Ночным Эльфам и обороне их родины. Сплоченные силы Альянса встали на пути Орды и остановили ее продвижение. Воргены оказались устрашающими воинами. Они разрывали солдат Орды с первобытной дикостью, обращая врагов бегства. Хотя Альянс отбил некоторые владения в Ясеневом лесу, Горош упрямо цеплялся за покорение земли. И они стали место постоянных стычек между двумя фракциями. После битвы в Ясеневом лесу Альянс провел новое голосование о том, стоит ли включать свои ряды беженцев из Гелниаса. В этот раз Вариан горячо поддерживал новых союзников. Решение было единогласным. После событий в Ясеневом лесу столкновения между Ордой и Альянсом начали происходить и в других регионах. Фракции сильно растянули свои войска, и тогда Смертокрыл выпустил в мир слуг древних богов. Далеко на юге Калимдора из обителей стихий, небесной выси, через разлом в Ульдуме вышел Аллакир и его Элементали. Тысячи лет назад слуги Титанов магическим образом укрыли регион от посторонних глаз, но волнение Элементали уничтожили зачарованный барьер. Теперь Ульдум был открыт миру, как и его смертельные секреты. Глубоко внутри Ульдума находилась кузня созидания. Хранители построили эту машину, чтобы помочь укрепить Азерот и защитить его от порчи. Она могла высвободить невероятное количество энергии, стерев все живое на планете, а затем запустить жизнь заново. Этой способностью, силой уничтожить каждое существо на Азероте, Аллакир и желала владеть. А в морских глубинах начала действовать еще одна приспешница Нзота. Ее звали Королева Асшара. И давным-давно она правила империей ночных эльфов. Но после войны древних пала перед волей древних богов. Она отправила своих верных нагов в подводный регион под названием Вайшир, где зиял разлом, ведущий в мир Нептулона владыки приливов. Элементалии воды отказались подчинять Санзоту и за это заслуживали кары. Но Асшара и ее наги желали не только уничтожить Нептулона. Повелитель Элементалии обладал властью над морями. И именно ее требовал древний бог. С ней наги могли перерезать все морские пути между континентами. Расколов государство мира на изолированные анклавы. Зод был уверен, что даже если Орда и Альянс сумеют остановить некоторых его слуг, все им не остановить. И если преуспеет хотя бы один отряд, то он приведет к времени Сумерек. Завязнув в собственных распрях, Альянс и Орда оказались не готовы к столкновению с новыми врагами. К счастью, эти фракции были не единственными защитниками Азерота. Против Смертокрыла и его последователей восстали нейтральные фракции. Первыми были шаманы-служители Земли, которые собрались в местах волнения элементалий, чтобы восстановить равновесие в мире. Они призвали на помощь Орду и Альянс. Любого, кому хватит мудрости забыть обряться неоружием и сосредоточиться на отведении от Азерота катастрофы. Те же самые герои, что бились в Нордсколе, за предели Энкераже, ответили на зов служителей Земли. Они пришли из разных краев. Они придерживались разных убеждений. Некоторые даже были заклятыми врагами. Но все разделяли одно общее желание защитить Азерот. Эти герои начали миссии по всему миру. В Подземье они смели присутствие Сумеречного Молота, позволив служителям Земли восстановить ущерб, причиненный миру выходом Смертокрыла на Азерот. Компании в Вайшире и Ульдуме имели тот же успех. Ударные силы Альянса и Орды отправились под воду и сломили сопротивление нагов и их союзников. В Ульдуме они обезопасили древнюю кузню Созидания, прежде чем Сумеречный Молот сумел овладеть ее энергией. Там герои Азерота нанесли сокрушительный удар послугам-элементалям Зота. Через врата в Ульдуме они проникли в область Небесной Выси и расправились с Алакиром-повелителем Ветра. Поражение Алакира подарило защитникам мира проблеск надежды. В будущем он им понадобится. Горящий Хиджал Пока битвы сотрясали Вайшир и Ульдум, гора Хиджал оказалась в опасности. Вскоре после катаклизма смертокрылые культисты Сумеречного Молота собрались у горы. Оскверненный дракон Аспект провел великий ритуал, создавший разлом в огненные просторы. Владение Рагнароса в обители стихий. Оттуда вырвались тысячи объятых пламенем существ. Во главе армии встал сам Рагнарос. Освобожденные элементали и ликовали. Они бы с радостью предали леса огню. Но Рагнарос поручил им иную задачу. Он хлистал подданных, пока те не впали в бешенство. И отправил на склоны горы к мировому древу Нордрасил. Нордрасил еще не восстановился после Третьей войны. Но по-прежнему хранил огромную силу. Его корни уходили глубоко в Азерот. Питая землю и исцеляя ее невидимые раны. Благодаря ему гора Хиджал снова начала расцветать. Нзот верил, что сожжение мирового древа нанесет миру такой удар, после которого тот уже не отправится. Преданные Стражи Природы. Друиды Кругокинария и их древние друзья Зеленые Драконы стали Стеной против Элементалей. Скоро к ним присоединились вооруженные силы ночных эльфов и защитников Орды и Альянса. Этот единый фронт организовал оборону на всей горе. Но даже его усилий оказалось недостаточно, чтобы сдержать бурю пламени и пепла. Войскам Хиджала требовалось что-то еще. Помощь диких богов. Самых ревностных защитников природы. Попытками призвать их на поле битвы руководил Круг Кинария. Большинство этих гигантских зверей либо погибли во время войны древних, либо жили в отшельничестве, скрываясь от чужих глаз. Только Кинария охранял леса. Но во время Третьей войны он пал от топора грома шаадского крика. И его дух затерялся в глубинах изумрудного сна. Ближе к концу Третьей войны друиды пытались вызвать из сна других диких богов, прося у них помощи, но потерпели неудачу. Смерть Кинария слишком сильно испугала этих существ. Теперь же прошло достаточно времени, чтобы дикие боги обрели внутренний покой. Медленно и с большой осторожностью друиды привели величественных существ на Хиджал. Они даже отыскали дух Кинария во сне и вернули физический мир. Скоро леса задрожали от подступа легендарных созданий. Голдрина, Великого Волка и Тартолы, мудрые непоколебимые черепахи. Возвращение диких богов стало историческим моментом. С самой войны древних они не выходили на защиту мира вместе с таким количеством самых разных народов. Объединившись ради благого дела, стражи Хиджала были неудержимы. Клинком и магией. Когтем и клыком они уничтожили войско Сумречного Молота и отбросили элементалии огня. Даже Рагнарос обратился в бегство перед яростью диких богов и их смертных союзников. Он и остатки его прислужников скрылись в разломе между Азаротом и огненными просторами. На время Хиджал был в безопасности. Падение Сумречного Молота. Когда атаки элементалии нагов были сорваны, в войне настал перелом. Альянс и Орда по-прежнему сражались между собой за власть, но последние годы научили их тому, что нельзя закрывать глаза на события в окружающем мире. Хотя истинная цель катаклизма и вторжения элементалии оставалась неизвестной, атаки явно были скоординированы. Альянс и Орда считали, что Смертокрыл использует культ Сумречного Молота, желая пойти войной против всего мира. Когда-то Альянс и Орда считали культ всего лишь сборищем разобщенных фанатиков и смутьянов. Теперь они понимали, что Сумречный Молот отлично организован и чрезвычайно опасен. Культисты расползлись по всей земле, как крысы, и если их оставить без внимания, они будут только наращивать силы. Орда и Альянс выступили в поход против Сумречного Молота, атаковав его самые известные владения. Наступление увенчалось ударом по Сумречному Нагорью. Эскадры воздушных кораблей с боевыми машинами и солдатами затмили солнце. Орда и Альянс действовали неслаженно, но цель имели одну. Каждая фракция хотела поставить культ на колени, а заодно оставить Нагорье за собой. Здесь Альянс обрел новых друзей среди дворфов Дикого Молота. Это был очень независимый народ. Отделенно от общества своих сородичей, не привыкшей работать с чужаками. Их поддержку удалось заслужить не сразу, но в дальнейших битвах она оказалась бесценной. На помощь Альянсу пришли и красные драконы, сыграв большую роль в битве за Грим Батол. Объединенные силы атаковали Древнюю Твердыню, вырвали ее из цепкой хватки Сумречного Молота. Между тем Орда восстановила связи с драконией пастью. С самого окончания Второй войны клан оставался на отшибе и существовал сам по себе. Вождь Горошатский Крик убедил орков Драконьей Пасти принести присягу его Орды, обещая взамен кровь и славу. Под его командованием они вдоволь повидали и того, и другого. Пока в Сумеречном Нагоре бушевала война, к борьбе против культа присоединилась Гарона, которая не отказалась от желания покарать Чогала и его последователей. Хотя она не приносила клятву верности новой Орде, но сражалась на ее стороне. Гарона была самим воплощением возмездия и окрасила свои клинки кровью тех, кто носил знак Сумеречного Молота. Наконец Орда ударила по средоточию власти культистов, к Сумеречному Бастиону. Оборона крепости рухнула под натиском, и величайшие защитники Орды прошли с боем через цитадель. Они не остановились, пока не вонзили клинки в черное сердце Чогала. Двухголовый Огр не сбежал от врагов. Он смирился с судьбой. Несмотря на поражение, умер он с верой, что время Сумерек неминуемо. Падение Чогала и Сумеречного Бастиона обезглавило культ, но его влияние сохранилось. Многие члены Сумеречного Молота продолжили свою деятельность по всему миру. Со смертью Чогала лидером организации стал архиепископ Бенедикт. Он раз и навсегда отбросил прошлую личину и принял истинное имя – Сумеречный Отец. Появление Зандалар От катаклизма пострадали культуры всего Зерота, но некоторым досталось больше, чем прочим. Землетрясения и гигантские волны потрясли троллей Зандалар, вызвав масштабные разрушения на их острове. Вслед за природными катастрофами троллей начала тревожить странная сила – враг из прошлого. Эти события были последними из многих тягот, истощивших племя. Некогда, но правила империя, раскинувшиеся до самых дальних уголков мира. Эти славные дни давно миновали. Многие тысячелетия тролли знали только войну и голод. Помочь народу вызвались таинственный пророк по имени Зул. Ему было видение о том, как остров его народа скрывается под волнами. И он торопил троллей покинуть Зандалар и отправиться навстречу новой судьбе. Катаклизм вызвал по всему миру политические волнения. И Зул увидел в них благоприятную возможность для того, чтобы Зандалары, воспользовавшись хаосом, объединили разрозненные племена троллей в могучую империю, заявили о себе как о главной силе Азерота, словно в древние времена. Правитель Зандаларов, король Растахан, не прислушался к совету Зула покинуть родной дом. Но дал ему разрешение взять флот племени, забрать с собой всякого, кто пожелает к нему присоединиться. Другие племена троллей по всему миру ответили на зов Зула. Самыми сильными из них были Гурубаш и Амани. Под руководством Зандаларов они перестроили свои расколотые государства и приготовились к войне. Зула обратился также к Валджину и троллям Черного Копья, надеясь заручиться их поддержкой. Это оказалось смертельной ошибкой. Валджин не только отверг предложение, но и решил положить конец воинственным начинаниям Зандаларов. Валджин не был так враждебно настроен к Альянцу, как вождь Горош Адский Крик. Увидев мудрость во взаимопомощи, он нанял героев из Альянса и Орды, чтобы раздавить растущую империю троллей. Они преуспели, но это не сбило с пути Зула. Он не оставит намерений установить власть троллей над миром. Распавшийся союз. После того, как Орда и Альянс прибыли на Сумеречное Нагорье, Смертокрыл ненадолго мелькнул в небесах, как и Аликстраза Аспект Жизни. Ее ужаснула разрушительная сила, высвобожденная катаклизмом, и неслыханное количество смертей, которые она вызвала. Но узнав, что виновник бедствия Смертокрыл, она поняла, что это только начало. Аликстраза поклялась остановить падшего Аспекта и покончить со страданиями Азарота. Два дракона сцепились над Сумеречным Нагорьем в буре огня и чешуи. Смертокрыла тяжело ранила, но все же он одержал победу. Аликстраза была вынуждена обратиться в бегство. Несмотря на триумф, Черный Дракон впал в беспокойство. Он едва-едва одолел Аликстразу. Что если бы на ее стороне были и Зера, и Ноздорму? В отличие от Аликстразы, другие драконы Аспекты казались безобидными и пребывали в смятении. Но Смертокрыл знал, все может измениться. Если они вернутся к былой славе и мощи, то станут единственной истинной угрозой его существованию. Смертокрыл решил уничтожить благородных драконов Аспектов раньше. Он собрал армию из устрашающих сумеречных драконов, после чего улетел с Сумеречного Нагорья, оставив чугалы остальных культистов на произвол судьбы. Выживут они или погибнут, это не заботило Смертокрыла. Вскоре ему предоставилась возможность нанести удар по Аспектам. Аликстраза вызвала Ноздорму и Зеру навстречу в Храм Древнего Покоя. Она надеялась внести порядок в организацию разрозненных драконьих родов и объединить их в борьбе против Смертокрыла. С самого начала ее ждали неудачи. Никто не знал, где находился Ноздорму. И Зера ответила на зов Аликстразы. Но ее разум затуманили странные видения о будущем. Она потеряла способность отличить свои предчувствия от реальности. Обсудить будущее родов в Храме Драконево Покоя явились и Синие Драконы Каллигас и Оригос. После смерти Маллигаса они казались самыми достойными преемниками на титул Аспекта Магии. Но сложно было представить существ с более разными характерами. Обсудить будущее родов в Храме Драконево Покоя явились Синие Драконы Каллигас и Оригос. После смерти Маллигаса они казались самыми достойными преемниками на титул Аспекта Магии. Но сложно было представить существ с более разными характерами. Каллигас был мудрым и терпеливым. Оригос сын Маллигаса отличался порывистостью и самоуверенностью. Он все еще обвинил Алекстразу в смерти своего отца и не намеревался прощать ее. Между Оригосом и остальными драконами завязался горячий спор. В этот миг ударили силы Смертокрыла. Сумеречные драконы ринулись с небес и набросились на Храм Драконево Покоя и его защитников. Алекстраза с союзниками не подозревали, что эта атака была лишь обманным маневром. Члены Сумеречного Молота пробрались в волшебное святилище под Храмом Драконьего Покоя, где хранились яйца каждого рода. Культисты окутали кладки энергии бездны, медленно превращая невылупившихся существ Сумеречных Драконов. Их ритуал окончился бы успехом, если бы не супруг Алекстразы – Кориалстраз. Красный Дракон узнал о порче, проникшей святилище. Очищать яйца от магии культа было уже поздно. Кориалстраз решил окончить мучительное существование существ до того, как они станут Сумеречными Драконами. И знал лишь один способ это сделать. Он собрал всю свою жизненную энергию, устроив в святилищах взрыв волшебного огня. В пламени погибли все яйца, культисты и сам Кориалстраз. Грохот потряс Храм Драконьего Покоя до основания. Вскоре после этого Сумеречные Драконы отступили и скрылись за облаками. Исследуя святилище, Алекстразы и другие драконы поняли, что яйца уничтожил Кориалстраз. Но они не знали, почему он обрек их на гибель. Вместо того, чтобы назвать его поступок героическим самопожертвованием, драконы решили, что он попал под влияние Смертокрыла. Предательство и утрата стольких новых жизней разбили сердце Алекстразы. Они исчезли из Нордскола. Остальные, собравшиеся в храме, постепенно тоже оставили его. С их уходом угасла всякая надежда на объединение драконьих родов. Хотя план Смертокрыла осквернить яйца провалился, он был доволен исходом. Узы между родами ослабели. Храм Драконьего Покоя попал под контроль Смертокрыла. Он приказал Сумеречному Отцу занять его с армией сумеречных драконов и культистов. Для того, чтобы навсегда уничтожить драконов Аспектов, оставалось проделать еще немало работы. Наследие Сумерек Во время кампании против культа Сумеречного Молота, Орда и Альянс уничтожили Нефариана и Синестру. Но их творения выжили. Оба породили могучие армии, служившие культу, особенно Синестра. Она создала сотни сумеречных драконов, которые и стали основой армии Смертокрыла. Сумерки Аспектов К югу от Нордскола Тралы, служители Земли, пытались вернуть равновесие стихий. Днем и ночью они творили ритуал у водоворота. Все заканчивались неудачей. Причина ее крылась не только в буйстве непокорных элементарий, но и в самом Трале. Его по-прежнему преследовали мысли о смерти Керна Кровавого Копыта и о неопределенном будущем Орды. Внутренний разлад шамана растрачивал ритуалы служителей Земли. Трал чувствовал себя потерянным. Не знал, кто он и что он может изменить в мире на грани гибели. Ответ пришел в виде таинственного незнакомца у водоворота. Изэра предвидела время Сумерек. Перед ней пристал серый мир, лишенный всякой жизни. В этом страшном будущем погиб даже Смертокрыл. Но все же оставался проблеск надежды. Изэра увидела в своих снах и Трала, который сыграет в будущем важную роль. Аспект не знала точно, что потребуется от Трала. Но намеревалась найти ответ. Не уверенная, как лучше использовать собственности шамана, Изэра сперва попросила его отправиться в простое путешествие, чтобы успокоить стихии в дальнем уголке Фероласа. Поначалу Орк воспротивился ей. Но Агра убедила его принять предложение. Хоть ему и трудно было это признать у водоворота, он приносил больше вреда, чем пользы. Ему нужно было время. И если он хотел преодолеть внутренний разлад, миссия Трала началась в Фероласе. Но скоро она переросла в нечто куда более масштабное. Вскоре Орк отправился в странствие по дальнем уголкам Азерота, чтобы помочь драконным аспектам. В своем путешествии он стал свидетелем такого, что видели немногие смертные. После посещения Фероласа Трал оказался на Дорогах Времени, где отыскал Ноздорму. Мудрый аспект Времени затерялся в собственных владениях. Он оказался пойман сразу во всех моментах времени. Трал помог освободить Ноздорму из темпоральной тюрьмы. И бронзовый дракон аспект вернулся в настоящее. Пережитый опыт изменил его. На Дорогах Времени он узнал, что за осквернением Смертокрыла, изумрудным кошмаром и другими мрачными событиями истории стоят древние боги. Тысячи лет злобные сущности подрывали силу единства драконов аспектам. Ноздорму узнал также, что древние боги спланировали появление драконов бесконечности. Таинственной силы, виновной во временных аномалиях, что поглощали его внимание столько лет. Но больше всего ужаснуло аспекта Времени то, кто возглавлял этот новый род. Им был сам Ноздорму. В отдаленном будущем он поддался порче и принял имя Дорнозму. Эта тень Ноздорму создала драконов бесконечности, чтобы надругаться над святостью Времени. Позже Трал отправился в Нексус, чтобы помочь Синим Драконам избрать нового аспекта для рода. Между теми, кто поддерживал Калесгаса и теми, кто поддерживал Оригоса, пролегла глубокая пропасть. Большинство драконов пытались принять решение, основываясь на здравом смысле и холодной логике. Но Трал помог убедить их прислушаться к своему сердцу. И тогда они выбрали Калесгаса. В ответ Оригос совершил немыслимое. Он напал на собственный род. Без ведома Синих Драконов Смертокрыл переманил Оригоса на свою сторону. Он воспользовался гневом, поглощавшим Синего Дракона из-за смерти отца. Оригос стоил горькую ненависть к Алекстразии смертным, сразившим Малегаса. Он считал их поступок предательством и мечтал воздать убийцам по заслугам. Оригос верил, что при помощи Смертокрылая Сумеречного Молота получит достаточно могучую армию, чтобы покончить с теми, кто пошел против него и его отца. Оригос раскрыл свой союз со Смертокрылым, напав на Нексус с армией Сумеречных Драконов. Его атака провалилась, а самого Оригоса убили. Он умер предателем своего рода. Когда Колесго стал аспектом магии, Тралл встретился с Алекстразой. Хранительница жизни нашла прибежище в глуши пустошей. Там она обреталась в одиночестве, погрузившись в печаль. Тралл вырвал ее из схватки отчаяния, подарив видение прошлым. При помощи стихии он узнал о жертве Кориалстраза. О том, что он погиб, спасая яйца Красных Драконов от порчи. Тралл поделился этим видением с Алекстразой. И в ней снова проснулась надежда. Ее вдохновила благородная жертва Кориалстраза. Она нашла причину сражаться и дальше. Вместе с Траллом Алекстраза созвала драконов и отправилась в храм Драконьего Покоя. Впервые за 10 тысяч лет благородные роды объединились ради одной цели. Битва за возвращение храма Драконьего Покоя была затяжной и жестокой. В конце концов, объединенные силы драконов аспектов и их последователей пересилили войска Сумречного Молота и Культ оставил храм. Уроки Трала Тралл изменил жизнь Алекстразы и ее союзников. В процессе он изменился и сам. Его странствие по дальним уголкам мира принесло ему внутренний покой и усилило связь со стихиями. Он научился сосредотачиваться на настоящем, а не переживать о решениях, принятых в прошлом, или неизвестности, поджидавшие его и весь Азерот в будущем. Гнев огненных просторов. Драконам аспектам не терпелось положить конец Смертокрылу и остаткам Сумречного Молота, но сперва они желали излечить больной мир. Они собрались на горе Хиджал, чтобы исполнить у Нордскола ритуал. Тот исцелял, но недостаточно быстро. Наполнив его своей силой, аспекты надеялись вернуть мировому древу былую мощь. Его сморщенные корни вновь разрастутся и окрепнут, упрочивая мир и ускоряя восстановление Сирота. Когда Смертокрыл прознал об их намерениях, то снова обрушил на Хиджал ярость Рагнороса и его элементарий огня. Смертокрыл открылся разлом в огненные просторы, и на леса пролилась армия огня и дыма. Пока защитники Азерота пытались держать огненную бурю, Смертокрыл обратил свое внимание на Трала. Он не мог даже вообразить, что ему сможет угрожать простой орк, но это существо оказалось иным. Деяния Трала объединили благородных драконов аспектов и спасли их от гибели. Более того, связь орка со стихиями наделила его невероятной силой над землей, подчинявшейся Смертокрылу. Для того, чтобы покончить с Тралом, Смертокрыл призвал свое новое оружие – друидов пламени. Их повел Фендрал оленьий шлем, опозоренный лидер круга Генария. Фендрал был заперт в своей келье под холмом за попыткой убийства Малфуриона, Ярости, Бури и связи с Изумрудным Кошмаром. Когда катаклизм разошелся в полную силу, шпионы Сумречного Молота помогли ему освободиться от оков. Затем Культ сделал ему предложение. Если он подчинится Смертокрылу, то обретет невиданную силу и отомстит миру за смерть своего ребенка. Фендрал так и не пришел в себя из-за гибели Вальстана. После поражения в войне против Кошмара он понял, что возродить сына невозможно. И это омрачило его разум и душу. Теперь он жаждал разрушить Азерот, а Сумречный Молот давал ему для этого все возможности. Рагнарос самолично перековал Фендрала в пламени. Обезобразив эльфа, но подарив ему власть над стихией огня. Он стал главным подручным повелителем огня и первым друидом пламени. Фендрал прелестил и других друидов, разочарованных в круге Кенария. Как и их новый лидер, он переродился в огне. У вершины Хиджала Фендрал и его друиды устроили засаду на Трала. С помощью шаманических сил самого орка они расщепили его дух и разбросали осколки по всей обители стихии. В каждой отрезанной части таилось воплощение лишь одной эмоции. Многие союзников решили, что Трал погиб, но только не Агра. Она не могла бросить орка, с которым так сблизилась, и убедила членов Орды и Альянса отыскать расколотый дух Трала. Вместе они соединят его воедино. Тем временем, Малфурион Ярость Бурей повел защитников Хиджала в контрнаступление против Элементалий Огня. Они загнали армию Рагнароса обратно в огромные просторы, но не остановились и там. Малфурион знал, пока Рагнарос жив, он будет снова и снова нападать на владение Ночных Эльфов. Был лишь один способ защитить Хиджал от огненной лапы. Круг Кенария ворвался в огненные просторы и возвел крепость, получившую название Огненная Передовая. Элементалий огня постоянно насаждали защитникам Хиджала, но те отражали удар за ударом. Вскоре к кругу Кенария присоединилось подкрепление из Орды и Альянса. Они медленно продвигались по огненным просторам, пока не достигли крепости Сульфурона. Пылающие цитадели Рагнароса. Укрывшись в своих владениях, Рагнарос был уверен, что находился в недосягаемости смертных. Как Элакир когда-то. Подобно Повелителю Ветра, Рагнарос пал под натиском защитников Азарота. Его приспешников, в том числе Фандрала, Оленьево Шлема и Друидов Пламени, постигла та же участь. После гибели Повелителя Огня, Хиджал наконец избавился от угрозы гибели во всепоглощающем пламени. Черный Принц. Порча Смертокрыла расползлась почти по всему роду Черных Драконов. Они впитали его злобу и жажду разрушений. Но не все. После катаклизма Красный Дракон по имени Реастраза отправился в опасное путешествие, чтобы захватить яйцо Черного Дракона и спасти от влияния Смертокрыла. Ей улыбнулась удача. Вылупившийся Дракончик позже станет известен как Гневион, Черный Принц. Еще младенцем он уже был мудрый, могучний по годам. Свободный от власти Смертокрыла, он ясно увидел, что стало с Черными Драконами и осознал угрозу, которую они несли за роту. Гневион понял, что есть лишь один способ очистить рот. Смерть. Он положил начало жестокому истреблению Черных Драконов, выживших после всех битв. Окончив свой кровавый труд, Гневион остался одним из последних представителей своего рода. Душа Дракона Когда мир на Хиджале вновь был восстановлен, Драконы Аспекты наконец вернулись к первоначальной задаче. Они собрались у основания Нордрасилы и направили свою энергию на Мировое Древо. Эффект последовал немедленно. Раны Нордрасила залечились, и новая жизнь заструилась по его ветвям. Пышная крона коснулась небес, а корни дошли до самых глубоких недр мира. Жизнетворная энергия Нордрасила потекла по окружающим лесам. Среди обугленных деревьев, торчащих на склонах, в пепле пробивались новые побеги с налитыми почками. Драконы Аспекты были довольны своей работой. Но оставалось еще множество дел. У Нордрасилы они устроили совет, как победить Смертокрыла. Он переродился и мало чем походил на существо, с которым они бились у Гримбатола несколько лет назад. Теперь в его жилах струилась энергия бездны, благодаря чему он стал практически неуязвим. Чтобы одолеть его Аспектам, нужно было развоплотить Смертокрыла без остатка, добраться до каждой частички его сущности. У Колесгаса родился дерзкий план. Драконам Аспектам придется объединить свои силы и каким-то способом усилить их. И он знал об артефакте, который поможет достичь этой цели. Артефакте, созданном специально для хранения энергии. Во время Второй войны это сокровище нашли орки и переделали в оружие. Не понимая истинного происхождения реликвия, они назвали ее душой демона. Но Колесгасу его роду он был известен под изначальным названием Душа Дракона. Другие драконы Аспекты с опаской отнеслись к этой идее. Душа Дракона была опасна. Давным-давно ее заколдовали, чтобы никто из иных рас не мог коснуться ее безмучительных, а то и смертельных последствий. И все же Колесгас нашел выход. Им оказался Трал. Колдовство артефакта не могло повлиять на орка. Кроме того, он мог зарядить душу Дракона стихией земли, благодаря чему Смертокрыл станет особенно уязвим перед ее мощью. Драконы Аспекты не смогли найти изъянов в логике Колесгаса. Но перед ними стояла более сложная проблема. Души Дракона больше не существовало. Существовал лишь один способ воспользоваться ей – вернуть из прошлого. А это они могли совершить только с благословения Ноздорму. Но возвращение души Дракона шло вразрез с самой целью существования Ноздорму. Его долгом было оберегать святость дорог времени, а не вмешиваться в их течение. Какой бы благородной ни была цель, только после долгих размышлений Ноздорму осознал, что лишь отправившись в прошлое, можно предотвратить время Сумерек. Ноздорму знал, что для начала придется вырвать дороги времени из-под власти Драконов Бесконечности, то есть вызвать на бой Дарнозму. Как бы ни был могуч Ноздорму, он опасался, что ему не хватит сил для борьбы с собственно искаженной версией из будущего. Только благодаря защитникам Орды он обрел смелость. Они тоже поверили, что душа Дракона единственное средство погубить Смертокрыла и готовы были пожертвовать жизнями, присоединившись к Ноздорму в его миссии. Вместе они отправились на мрачный участок дорог времени. Будущее, где Дарнозму и его Драконы Бесконечности извратили реальность до неузнаваемости. Вдохновленный железной волей и отвагой смертных союзников, Ноздорму помог Орде сразиться со своей тенью и расправиться с Дарнозму. Для аспекта времени это была горькая победа. Дракон спас Азерот, но знал, однажды уступит порче и станет Дарнозму. Его судьба была предрешена. Утешало лишь то, что в тот день, когда Ноздорму постигнет столь злая участь, придут герои и сразят его, покончив с разрушением времени. Освободив Дороги Времени от контроля Драконов Бесконечности, Ноздорм открыл тропу к Войне Древних в эру первого вторжения Пылающего Легиона на Азерот. Путешествие в этот период было опасным, но совершенно необходимым. Драконам аспектом была нужна душа Дракона в ее чистейшей форме. Вскоре после того, как ее создал Смертокрыл и убедил своих бывших друзей наделить артефакт своей энергией. На этот раз испытание выпало героям из Альянса. Вместе с Ноздорму они отправились на гиблые поля сражений прошлого. На земле, тлеющие от огня скверные, задушенные трупами, роились демоны. Воины едва не стали жертвами войны, но все же помогли Ноздорму найти душу Дракона и вернуться в настоящее. Драконы аспекты отправились в храм Драконьего Покоя, чтобы влить в артефакт свою объединенную мощь вместе с силами шамана Трала. Их действия не остались незамеченными. У Смертокрыла были шпионы по всему миру. И они прослышали о душе Дракона и о планах аспектов. И если враги преуспеют, часы Смертокрыла будут сочтены. И потому он обрушил на храм Драконьего Покоя всю свою ярость. Аномалии времени Ноздорму далеко не сразу решил забрать душу Дракона из прошлого. Его целью было защитить время, а не вмешиваться в него. Тем не менее, он понимал, Смертокрыла необходимо остановить. Если наступит время сумерек, Ноздорму будет нечего защитить. Похищение души Дракона из Войны Древних вызвало волнение на дорогах времени. Но аспект знал, что они краткосрочны. После того, как артефакт используют против Смертокрыла, его вернут в прошлое, а значит порядок во времени восстановится. Время сумерек. Смертокрыл ударил всеми силами. Войска сумеречных драконов и культистов, которые он повел на храм Драконьего Покоя, были больше любой армии, что он собрал в прошлом. Его подданные окружили священную башню повсюду. От земли до небес. Даже Нзот прислал собственных слуг, чтобы помочь в атаке. По приказу Древнего Бога к храму Драконьего Покоя одновременно с аспектами их союзниками прибыли кошмарные существа под названием Нраки или Безликие. Благородные аспекты. Войны Орды и Альянса столкнулись с этими врагами не в одиночку. В храме Драконьего Покоя уже собрались красные, синие, зеленые и бронзовые драконы, чтобы отразить наступление. Они наткнулись на сумеречных драконов, затмевая крыльями солнца. Потери со всех сторон были ужасающими. Сотни культистов и сумеречных драконов лишились жизни, включая сумеречного отца. Не меньше пало в бою и защитников храма. И все же красный, синий, зеленый и бронзовые драконы гибли не напрасно. Их жертва позволила аспектам и их союзникам сосредоточить весь гнев на Смертокрыле. Несмотря на всю свою мощь, он не мог одолеть объединившихся врагов или прервать их ритуал по усилению души дракона. Тралы аспекты нацелили артефакт на Смертокрыло и отбросили его от храма Драконьего покоя. Раненый разъяренный Смертокрыл сбежал к водовороту в надежде, что сможет достичь подземья через его бурлящие пучины. Мир элементарий был его единственным шансом сбежать от аспектов и залечить раны. Защитники храма гнали Смертокрыла по небесам и постепенно подтачивали его силы. Зод почувствовал, что его слуга на грани поражения. Планы Древнего Бога рушились и он предпринял последнюю отчаянную попытку переломить ход войны. Зод подарил Смертокрылу еще больше своих сил. Больше, чем когда-либо в прошлом. Приток энергии был таким бурным, что тело Смертокрыла разорвало. Из растерзанной шкуры полезли раскаленные щупальца. Трал обратил против этой мерзости душу дракона. А чтобы убедиться, что она уничтожит Смертокрыла, аспекты пожертвовали всей оставшейся силой ради артефакта. Их сущность вместе со стихией земли, которую Трал вплел в оружие, прожгла Смертокрыла. Энергия взрыва испарила его измученные разумы тела. И в этот миг план Энзота по призыву времени Сумерек развалился. Азерот выстоял, но изменился навсегда. Катаклизм перекроил мир и забрал несметное количество жизней. Пройдут годы, прежде чем народы Азерота отправятся от потрясения. Некоторые уже никогда не вернутся к прежней жизни. Драконы аспекты пожертвовали всю свою энергию, чтобы одолеть Смертокрыла. Они продолжат участвовать в судьбах мира, но лишившись сил, больше не смогут оберегать Азерот. Эту священную обязанность они возложат на новых защитников, на смертных. Век драконов аспектов и хранителей Дирисфаля подошел к концу. Орда и Альянс доказали, что способны постоять за себя против любой силы, что угрожало Азероту. Теперь мир оставался в их руках, но были ли они готовы к такой ответственности? Порочный круг ненависти, пожиравший Орду и Альянс после уничтожения Смертокрыла они даже не задумались о своей воинственности и вечном желании сражаться. Напротив, теперь когда Черный Дракон Аспект и Сумеречный Молот были побеждены, Орда и Альянс обратили все свое внимание, весь свой гнев друг на друга. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин. Отдельное спасибо Дмитрию Новику в помощи с ударениями. Продолжение следует... Продолжение следует...